Музыка Предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за 3 месяца до 1 апреля. Мы проанализировали работу всех федеральных органов исполнительной власти, которые находятся в ведении правительства, а также подведомственных министерствам и подготовили решения по их оптимизации. Все эти меры позволят повысить эффективность работы исполнительной власти. Ну, любые действия власти имеют под собой пиаро-составляющую. Это как в личной жизни, в частной жизни так бывает, так это и в государственной власти. Что касается объявленной реформы госаппарата, ну мы уже имеем довольно существенные изменения. Мы имеем, так сказать, интеграцию называемых институтов развития. Тогда это был хаос, это был, так сказать, в значительной степени эти, это были богодельни предназначенные, судя по всему, для распила денег. Сейчас это как-то структурировалось, систематизировалось, там вводятся общие правила. И это та часть реформы госаппарата, которая уже есть, и она без спорта. Что касается реформы госаппарата самой, ну самое главное в ней, это введение так называемых KPI, ну по-русски говоря, КТУ, коэффициент трудового участия. Дело безумно сложное. У нас попытки предпринимаются самые поздние, с 2003 года в этом направлении, там была Шуаловская реформа так называемая. Были попытки и до этого, менее, так сказать, громкие. Посмотрим, как это получится, во что это выйдется. Ну, как еще говорил товарищ Лукашенко, государственный аппарат нужно перетряхивать время от времени. Ну, она договорилась с белорусским, так сказать, говором, поэтому у него это звучало намного более смачно, чем у меня. Но, как бы, периодически нужно проводить реформу госаппарата, чтобы он не заставился. Это, во-первых. Во-вторых, нужно адаптировать государственный аппарат к новым условиям уже не коронавируса, а глобальной депрессии. Так что я думаю, что в любом случае эта реформа будет полезной, а достигнет она заявленных целей или не достигнет, или цели заявленные являются, так сказать, ну, скажем так, когда вы хотите сделать что-то очень большое и сложное, но боитесь и не уверены, получится ли, вы заявляете рутинные обычные цели, к которым уже все привыкли. А ассоциация преследовала другие цели. У меня еще есть, что речь на шучу, ну, вот он вот заявил объявленную цель, что сокращение штатов, там, на 5-10 процентов, мы все понимаем, как это бывает, но в реальности он пытается ввести коэффициент трудового участия, или, говоря, по-нерусски KPI, и он пытается приспособить структуру госаппарата к принципиально новым задачам глобальной депрессии. Вот это является главной задачей. Но поскольку она непривычна для общественного сознания, и она слишком серьезна, то о ней стараются не говорить. Есть такая старая правила госуправления. Если вы делаете что-то принципиально новое, говорите, что вы ничего нового не делаете, говорите, что вы занимаетесь мелкими техническими улучшениями. А вот если вы занимаетесь мелкими техническими улучшениями, то говорите о грандиозных преобразованиях структур. Все время отвлекайте внимания. Так что посмотрим, что это вылезет. Ну, здесь, наверное, двоякое, или даже, может быть, троякое отношение к этой инициативе. Мишустин год у власти. Что предъявить обществу? Уровень жизни населения обнулился до уровня 2010 года, если говорить о доходах населения. Мишустин год у власти. Ну, понятно, не один он за это отвечает, но уже и отвечает. Дальше падение производства, все коронавирусные прелести, тоже в том числе и кризис, в том числе и он ответственный за это. Поэтому что нужно предъявить обществу? Ну, какие-то эффективные действия. Как всегда, что сокращение чиновничества? Говорят, ах, у нас много чиновничества. Конечно, много чиновничества. В СССР был миллион чиновников на 250 миллионов, в Российской Федерации на 145-2 миллиона. Ну, вот сейчас Мишустин объявляет, что сократит 32 тысячи вакансий. Значит, хорошо, сэкономленные деньги куда пойдут? Может быть, перестанем СМС-ками собирать на больных детей? Нет. Но он сказал, что пойдут на повышение зарплат другим чиновникам, которые не сократятся. То есть, начинали за здравие, да, окончаем, как говорится, опять за упокой. Это старинная правительственная забава. То есть, когда не знаешь, что сказать обществу, или когда отвлечешь на что-нибудь внимание, или от чего-нибудь плохого, у нас занимаются двумя делами. Первое объявляет, о не пора ли вынести Ленина из мавзолея, а второе, о не пора ли нам сократить чиновников. Ну вот, после каждого такого сокращения чиновников, почему-то, оказывается, больше, чем до этого было. Этим занимался и Медведев, этим занимался и Путин, когда был премьер-министром. Этим занимались все, вся плеяда премьер-министров, которых назначал господин Путин. Может быть, уже народ и не помнит там. То Мишустин, я помню, Зубков только один там, не Мишустин, а Фродков, Зубков, Касьянов. Да, уже народ, наверное, и не помнит всех тех, кто рулил правительством за все эти годы. Все на этом поприще отметили. Ну вот пришла очередь отметиться Мишустину. Поэтому забава забавой, народу от этого ни холодно, ни жарко, премьер решает свои проблемы. Ему нужно зачистить неугодных, а всегда, и это очень удобно, когда сокращение штатов, как говорится, разберешься, значит, поставить более преданных, да, убрали три департамента, создадут восемь департаментов правительства. Все как всегда, все в России как всегда, да. Дураки дороги и сокращение штатов чиновников. Поэтому старинная правительственная забава власти. Я думаю, народу от этого ни холодно, ни жарко. Все свеялись над советскими бюрократами и партийными чиновниками. Значит, там со счетами, да, с этими самыми. Хорошо, сейчас уже счет нету. Уже самое, каждый при компьютере. А получается, советский госплан лучше планировал нашу жизнь и справедливее, чем все эти бесконечные системы, электронные правительства. Да, да, реформировались до того, что опять один триллион рублей, это уже господин Вишустин виноват, не израсходовали бюджет, объявили, что денег нет, а триллион не израсходовали. Могли этот триллион по 20 тысяч каждому пенсионеру дать фигушки, да. То есть неизвестно, куда он рассосется, или опять на Запад вывезут в какие-нибудь ценные бумаги или валюту. Так что простор для сокращения, тем более для оптимизации, если вы говорите, что вы там за оптимизацию, цифровизацию и все такое прочее, он очень большой. Здесь просто нужно понимать, в чем загвоздка. А загвоздка в том, что у нас КПСС заменили на вот эту вот самую огромную орду чиновничества. Собственно говоря, она занимает роль партии власти. Только это, если в КПСС были, скажем так, многие по долгу совести и борцы за справедливость. А здесь просто платное чиновничество, оно и составляет эту нынешнюю партию власти. Саму себя она не сократит. Ключевое – это смена власти. Вот будет смена власти, тогда будет и сокращение чиновничества. Вот эта ситуация с сокращением чиновников на деле оказался просто фарс, очередной обман и попытка играть на настроениях общества. Потому что сегодня тема раздутости вот этого чиновничего аппарата, излишних расходов, она в сознании нашего российского общества достаточно основательно имеет место быть. Ну и заявление о том, что будут сокращены чиновники, которое было сделано в конце 2020 года, сейчас на деле обернулось конкретными решениями, а именно постановлениями, которые премьер-министр господин Мишустин подписал. А именно сокращение трех департаментов при аппарате правительства. Все очень круто звучит, если не брать в расчет, что наряду с этим созданы семь новых департаментов и одно управление. Чтобы вы понимали, департаменты достаточно серьезная штука, да, это куча отделов со своими руководителями, а уж управление аналитическое – это вообще достаточно серьезная структура. Вот эта ситуация с дублированием функций, полномочий, о чем говорят на протяжении 20 лет президент Путин, Медведев, да, вот особенно его вот эта последняя тема – разнотык, когда он говорит, что куча чиновников занимается одним и тем же, все вроде как в материале, а потом раз – разнотык, и все идет не так. Вот на деле очередные семь новых, значит, структур, восемь новых структур, то есть плюс пять дополнительно – это, значит, дополнительные начальники, дополнительная бюрократия и неизбежно коррупция, потому что Россия является одной из самых коррумпированных стран мира, если есть чиновник, например, департамент образования какой-нибудь, сколько полномочий, закупки, ремонты, какие-то, значит, вопросы недвижимости, ну, в конце концов, кадры, да, и, конечно же, это ничем хорошим для жителей нашей страны не обернется. Поэтому тему сокращения чиновников я серьезно не воспринимаю. За последние 20 лет власть прекрасно показала, на что она нацелена, а именно увеличение, да, этого, этой армии голодных ртов с непомерными аппетитами, которые кормят наш трудовой народ, да, рабочий класс своими руками, собственно, ну, понимаете, у нас в два раза с миллиона до двух с лишним миллионов увеличилось количество чиновников в Российской Федерации. Поэтому делайте выводы. Вы знаете, нет, на то, что укрепление позиций, это вечная игра любого чиновника, это понятно, но сокращение штатов, это, я просто поминаю, в 90-е годы они были, грубо говоря, каждые два года. Есть известные бюрократические законы, которые утверждают, что любая структура непрерывно растет. Количество чиновников сегодня существенно больше, чем было во времена СССР, хотя объем работы их на порядок меньше, чем было во времена СССР. И по этой причине, теоретически, можно, например, сократить чиновные службы на 75%. То есть в четыре раза. Без проблем. Но речь идет о чисто таком демонстративном сокращении, которое содержательного смысла не имеет, но, безусловно, будет использовано для усиления позиций тех или иных сил. То есть сильные люди из других команд будут сокращены, если получится, свои, соответственно, будут подняты. Поэтому я бы ко всему этому относился с такой легкой иронией. Сокращение аппарата – это компания. А потом он начинается отдельными решениями, начинает расти. Сегодня система устроена так, что за один вопрос отвечает в разных министерствах и ведомствах 6-7 человек, как минимум. При такой параллелизации кто что делает, непонятно. Ну, условно говоря, вот у нас сейчас есть департаменты аппарата правительства, которые фактически дублируют министерство. Ну, давайте ликвидируем вообще министерство, а базовем эти департаменты министерством. Почему? А я могу сказать, в чем дело. Дело в том, что начальник департамента в аппарате правительства, он по статусу министр. И вот вам замечательная совершенно картинка. Сейчас два министра, а вы хотите что, сделать одного? И как? Тогда получается количество генеральских должностей сократится в три раза, да все генералы поднимут бунт. Ну, вот, то есть, на самом деле, это просто в чистом виде категорическое нежелание что-либо менять. Я же говорю, поэтому к этому нужно относиться с легкой иронией. Реформирование назрело уже давно. Я написал свой первый текст о реформе госаппарата. Если память не изменяет, в конце 98-го или начале 99-го года. Уже не работая на госслужбе. Когда Бордюжа стал руководителем администрации президента, то я для него написал записку. Потом, как ни странно, эта записка стала базой для реформы Козака. Но поскольку Козак человек странный, то он в результате ничего не понял смысла. И создал нечто совершенно невообразимое и неработающее. Но смысл этой реформы состоял в том, чтобы убрать параллельные функции. То есть ответственный один. Если документ не готов, виноват Вася. Сегодня картина следующая. Документ должен писать Вася. Вася говорит, Вася, ты не написал документ. Вот его нет. Вася говорит, простите, покажите мне, что есть. Видите, да? Вот теперь смотрите то, что я отправил в правительство, а то, что, соответственно, вот это. Это разные документы. Поэтому все претензии к тем, кто его переписывает. Переписывают его департаменты аппарата правительства, руководители аппарата правительства, секретариаты вице-премьеров, сами вице-премьеры. Ну и так далее. А еще при этом есть еще секретариат премьер. И вся эта свора, она, соответственно, ни за что не отвечает. Мы уже 8 лет падаем. То есть нет, правительство, конечно, рассказывает нам легенды о динозаврах, что есть экономический рост. Но это оно врет. И все знают, что оно врет. Оно знает, что оно врет. Люди вокруг знают, что оно врет. Даже в администрации президента знают, что оно врет. Даже депутаты знают, что оно врет. То есть все знают. В стране экономический спорт. Покажите программу. Мы считаем, что это правительство успешное, если оно сумеет. Ну вот уже год прошел. Ну ладно, год был ковид. Ну, покажите нам экономический рост. Если нет экономического роста, то увольте всех, нахрен. Нет. Ну, и тогда о чем разговор? Это, на самом деле, имитация кипучей деятельности с освоением бюджетов. Нет, мы все понимаем, что освоение бюджетов – дело крайне увлекательное. Даже вопрос. Мишустин должен отметить каким-то образом годовщину своего пребывания на посту председателя правительства. Поэтому одно из проявлений, как подведение итогов – вот это административная реформа. Потому что главное, что более всего возмещает людей – это то, что даром содержатся, что называется, чиновники. Поэтому реформа, она не объявлена. Реформа была объявлена еще осенью прошлого года президента. Мишустин сдает распоряжение и как бы механизм реализации этой административной реформы, которая, кстати, не первая и не последняя. У нас эти реформы проводятся, ну, сколько я себя помню, за эти постсоветские 30 лет. Мне кажется, что всякий раз с приходом каждого нового премьера проводится эта административная реформа, потому что каждый идет с обещанием уменьшить чиновничий аппарат и на этом сэкономить бюджетные средства. Ну, слух не объявлено, но бюджетные средства действительно, даже по подсчетам высшей школы экономики специалистов, экономия составит где-то 27 миллиардов рублей. Но самое любопытное, что эти деньги не будут возвращены в бюджет, а по мнению тех же самых экспертов, они будут как бы перераспределены между оставшимися чиновниками. Поэтому сокращение на 5% центрального аппарата и на 10% местного аппарата, оно чревато для как раз региональных властей тем, что сокращая чиновников нижнего звена, региональные власти, в общем-то, сами себе подножку ставят. Вы знаете, у нас уже проходили реформы и в органах внутренних дел, оказалось, что убрали, предположим, всех участковых и остались одни начальники. Так и здесь останутся руководители подразделений, а низовое звено будет сокращено. Что означает, вот для, повторяю, руководителей тех же региональных подразделений, что эта часть работы, ну, во-первых, будет переложена на них, а с другой стороны, мне еще раз говорю, что может возникнуть полный чиновничий коллапс для них и чехарда. Значит, что касается высшего звена, я, наверное, вас не очень удивлю. Когда утверждался бюджет на 2021 год, то в каждую фракцию приходили представители министерства и говорили о том, ну, какие статишки, наверное, сокращаются. И когда сказали о том, что сокращается численность Минобороны, были возмущены. Вот Геннадий Андреевич сказал, что же вы делаете. Ну, нельзя сокращать у нас деньги на как раз оборону. На что было сказано? Что не, Геннадий Андреевич, вы не переживайте. Это вакантные должности. Вот что-то мне сейчас подсказывает, что вот эти вот 5% – это уже вакантные должности де-факто. Поэтому это просто де-юре, надо их упразднить. А под шумиху убрать тех, кто, ну, в общем-то, не угоден. Ну, вот Татьяна Нестеренко, да. Ну, понятно было, чей это человек, человек Кудрина. Понятно, что Мишустину, в общем-то, нужна новая команда. Поэтому, ну, как убрать Татьяну Нестеренко? Татьяна Геннадьевна давным-давно уже там воцарилась. Она едва ли не главная, так сказать, фигура в министерстве. Поэтому упразднить ее должность вместе с должностью саму Татьяну Геннадьевну. Поэтому еще раз говорю, что замысел, как всегда, хорош. Но легко было на бумаге, а в дороге оказалось очень сложно. Вот эти вот чиновничьи овраги, мне кажется, что они похоронят эту самую реформу. У нас всякий раз административная реформа, она начиналась с заявлением так больших цифр. Во всяком случае, сейчас вот заявлено было, что сократится 741 чиновник на федеральном уровне будет сокращен. Но повторяю, что это уже вакантные должности, на которых никто не работает. Надо просто упразднить вот эту вот должность. Вот в этом весь сфербор административной реформы. Один миллион чиновников, госаппарат был, а сейчас более двух миллионов. Я только одно скажу, вот уже первые попытки навести порядок там в сокращении структурных единиц, заявлено было, что сокращается вроде как четыре министерства, да? Вот, а появляется, или три министерства, появляется четыре новых. То есть, ну, что мы обрели, а что потеряли? Еще осенью прошлого года по указу президента были сокращены, упразднены Роспечать и Россвязь. Все это перешло сейчас к министерству цифрового развития. Но, по сути, упразднили только, так сказать, руководящие должности в Роспечать и Россвязи. Ну, убрали там Сеславинского, да? Да, но я не думаю, что он будет непристроен. Всем найдется, либо он советником станет, либо я не знаю, кем еще. А в всяком случае, бывший министр чудесным образом перекочевывает в звание советников президента, что никак не сказывается ни на их окладах, ни на их статусе. Это все те же чиновники при власти. Поэтому для меня от перестановки этих мест ничего не изменится. Просто Мишустин человек такой, ну, как бы, наверное, внутренне упорядоченный. И для того, чтобы не иметь вот эти вот пробелы при составлении отчетов и при подаче их во всякие там налоговые органы и так далее, вот теперь вот этих пробелов не будет. Повторяю, что незанятые чиновничьи должности, они де юре сокращаются, и это называется громким словом административная реформа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова